МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Далее расскажем обо всем подробно. Ремонт проездов улицы, тротуаров, благоустройство дворов и детских площадок, устройство спортивных площадок. Все проекты, которые в этом году Саров заявил на софинансирование по программе «Вам решать» довольно похожи. Проблемы в округах одни и те же, а денег, которые выделяют депутатам на благоустройство, на всех не хватает. Например, на округе Евгения Ваганова давно назрела необходимость ремонта стадиона школы номер 5. Это проект по замене и реконструкции стадиона пятой школы. Этот проект для нас очень важен, потому что в нашей школе обучается порядка 500 учащихся. Им нужна спортивная площадка, отвечающая современным требованиям безопасности. Для этого мы заявились на этот проект. Для того, чтобы покрытие заменить, у нас была новая хорошая спортивная площадка. По словам Евгения, как только сойдет снег, мы увидим старую площадку с асфальтовым покрытием. Частично оно разрушено, местами большие дыры. По правилам проводить занятия на таком стадионе нельзя. На данный момент у нас сейчас занятия на нашей площадке не проводятся, потому что она травмоопасна. И занятия в теплое время года, это осенью и весной, когда уже температура позволяет заниматься на свежем воздухе, проводятся вдоль спортзала. И это занятия только по бегу. То есть игровых видов спорта мы заниматься не можем, только в спортзале. Проект «Вам решать» заработал в нашем регионе по инициативе губернатора Глеба Никитина. Его основная цель – сделать города и села комфортнее для жизни. Главная особенность в том, что именно жители определяют приоритетные объекты для благоустройства. Надо обсуждать с горожанами, чтобы каждый высказывал свое мнение, где что необходимо построить, достроить, отремонтировать, кому что не хватает, где. Должны горожане, должны все узнать. Ну как же, иначе до этого живем. Конечно, нужно, потому что обустройство нашего города зависит от нас самих. Надо бы какие-нибудь прогулочные тропы и обязательно ставить скамеечки. Потому что уже мы старые люди, ноги начинают болеть, устаешь. Чтобы сесть, вот мы ходим, думаем, вот скамейка бы стояла, вот сели бы и посидели немножко. Нигде нет скамейки. Ну надо, конечно, спрашивать. Спрашивать надо не у стариков, а у молодых. И вам, вот, вам жить долго еще, чтобы было все хорошо. Горожане живут и в этом месте. Мне, например, если здесь сплошные там канавы и грязь, мне неприятно. А мне приятно, когда деревья, когда цветочки. Вот так. Все мы хотим оставить свой след в истории, поэтому помогать людям это всегда в карму отложится. Проголосовать за любой из 11 проектов, выдвинутых саровчанами, можно на сайте вамрешать.рф до 15 апреля. Проекты, прошедшие конкурсный отбор, получат софинансирование из областного и местного бюджетов. Ну вот так вот мы добираемся теперь до нашего гаража, чтобы хоть как-то посмотреть, что там происходит. Без резиновых сапог к гаражу не подобраться. По кооперативу номер 4 местами можно смело передвигаться на лодке. Вода течет не только между гаражами, но и внутри них. По словам председателя ПГСО номер 4, проблемы начались с того момента, как в городе закончили реконструкцию аэродрома. Специалисты допустили ошибку в проекте. Рельеф в этой местности так, что уклон в сторону нашего гаражного общества. Взлетной полосой новый, там водораздел определенный произошел. Та вода, которая раньше уходила в сторону 27-го, 3-ю кооператива, она сейчас идет вся к нам. После того, как снег начал активно таять, гаражи оказались в воде. Но проблема беспокоит собственников не только весной. В прошлом году посередине лета был приличный ливень, и у нас уже затопило не только этот блок, но и четвертый блок, который в начале гаража. И затопило так, что вода стояла на 30 сантиметров выше уровня пола. То есть и машины, которые там были, и вещи все, у некоторых там, ну, электрокакие-то приборы, приспособы, все замочило. Никто за это ответственности не несет. Семья Масловых с 2019 года борется с затоплением. С жалобами владельцы и председатели обращались и в прокуратуру, и в администрацию города. В первом случае им предложили подавать иск в суд о возмещении ущерба. Во втором пообещали взять ситуацию под контроль, но безуспешно. Обратившись письмом к Голубеву, мы попросили, чтобы комиссия выехала на место. Вот, как сейчас в данный момент, посмотрели, что происходит, и приняли какие-то соответствующие меры. И приехали специалисты. И самое интересное, что специалисты приехали. Значит, нам в письме написали. Но это было только после того, как затопление произошло. Третий раз. На выезде проверку проводили специалисты ДГХ, ВНИЭФ, Саровгидромонтаж и ДЭП. 16 апреля 2020 года владельцам гаража пришло письмо с заключением. В администрации города Саров в адрес директора ВНИЭФ направлено письмо о принятии необходимых мер, исключающих подтопление территории. Указанный вопрос находится на контроле в Департаменте хозяйства. Вот третий год подряд. Никаких результатов нет. Мы решили записаться лично на прием в главе администрации. Но началась пандемия. Наши письмо приняли. Ну и потом посчитали, что, наверное, это не столь важный вопрос. Впрочем, вода стекает не только в гаражи. На минувших выходных в интернет Саровчанин выложил видео, где река размывает фундамент новостроя Назернова 24А и течет ниже. За разъяснением ситуации мы обратились в администрацию города. Займутся ли специалисты проблемой затопления ПГСО номер 4 и какими путями ее можно решить, чтобы люди, наконец, смогли нормально пользоваться гаражами, расскажем в следующих репортажах. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей. Саров-24. Многодетные семьи по очереди поднимались к трибуне, вытягивали конверт и громко объявляли номера участков, которые им достались жеребьевке. А после писали заявление на получение долгожданных соток. Конечно, я довольна. Конечно, я довольна, потому что огород – это очень хорошо. Это участок, на котором будут наши дети бегать, я надеюсь. Дом построим. И так как это в черте города, наверное, возможно. Я не знаю просто, какие там коммуникации, может быть, мы там будем жить. Всегда мечтали о своем доме, потому что детей много. В этот раз сотрудники администрации разыгрывали 13 участков, два из которых находятся в пределах города в Красной Звезде. Остальные – в Дивеевском районе в Моторе. На жеребьевку пришли не все семьи-претенденты. Мы приглашали семьи 13 человек, равное количество земельным участкам. На сегодняшнее мероприятие на жеребьевку явились 11 человек, 11 семей. Две семьи не явились. Соответственно, по результатам жеребьевки у нас осталось два земельных участка, нераспределенных из этого перечня, которые будут распределены в последующей жеребьевке и уже к следующей жеребьевке мы будем приглашать две семьи. Если семьи второй раз не придут на жеребьевку, то сотрудники администрации по закону вправе снять их с учета, и земля, которая им предназначалась, перейдет следующим. А те, кто стал счастливым обладателем участков в Моторе и Красной Звезде, уже через несколько дней получат выписку о зарегистрированных правах на собственность. Ирина Вашегородцева, Евгений Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24. Прошло уже 35 лет с той страшной аварией, которая потрясла весь мир и изменила сознание и судьбы миллионов людей. Взрыв на Чернобыльской АЭС застал врасплох и дал понять, что безопасность людей должна стоять на первом месте. По распоряжению главного инженера станции сделали эксперимент. Отключили 4 степени защиты, 4, которые предусматривали от всяких неожиданностей. Или кто-то случайно кнопку нажал, или еще что-то. 4 степени. Всю систему защиты отключили, и реактор пошел в разгон. В результате теплового перегрева взорвался и произошел выброс радиоактивных веществ. Облучение распространилось на 200 тысяч квадратных километров. К аварии никто не был готов. Пожарные не знали, как вести себя в зоне высокой радиации, приехали на тушение без обмундирования. Ученые не понимали, как остановить распространение вредных веществ. Медперсонал утопал в пострадавших пациентах. Местные жители ничего не подозревали, так как СМИ молчали об аварии без малого трое суток. После эвакуации населения остров стал вопрос о восстановлении разрушенных объектов и остановке радиационных выбросов. На ликвидацию последствий отправились специалисты со всей страны. Строительство началось в начале июня. Александр Филиппович возглавлял управление производственно-технологической комплектации. Наша задача была обеспечить строительство всеми строительными материалами, механизмами, машинами, запасными частями. Колоссальные объемы – это круглосуточная работа. Работал три бетонных завода, которые обеспечивали. У нас было три базы, две в Тетереве и одна была в 30-км зоне на границе. Закрыть источник радиации нужно было максимум за пять месяцев. Люди спали по два-три часа в сутки, работали на пределе возможностей с простейшей защитой. 30 ноября специалисты завершили строительство сооружений укрытия из бетона, металлоконструкций и свинцовых листов. Выполнили ту задачу, которая перед нами стояла, получили высокую оценку своей работы. И была гордость за то, что мы большую пользу принесли не только Советскому Союзу, но и на международной арене укрепили свой авторитет. В преддверии годовщины ликвидации аварий на Чернобыльской АЭС в Сарове пройдет ряд памятных мероприятий. Запланировано торжественное собрание и награждение. Кроме того, в честь памятной даты Союз Чернобыльцев хочет установить в нашем городе обелиск, посвященный тем, кто устранял последствия катастрофы. Решается вопрос с финансированием. Всех чернобыльцев просят позвонить и сообщить о себе по телефону 5-16-45-9-13-74-8-920-074-73-42. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. 11-й всероссийский конкурс исполнителей на народных инструментах школ искусств городов Росатома объединил более 60 юных дарований. На нем традиционно прозвучали искусные мелодии аккордеона, домбры, гитары, фортепиано и баяна. Игра у пьесы «Аннушку» несет, то есть несет Галя воду. Несет Галя воду, нужно быть очень аккуратным и терпеливым, потому что там все переходит право. А в «Аннушке» нужно либо… там нужна радость и еще внимательность. Несмотря на волнение, мальчику удалось впечатлить жюри. Паша стал лауреатом первой степени в младшей возрастной группе. Старший одним из лучших стал еще один воспитанник детской школы искусств Степан Ершков. По словам музыканта, баян – удивительный инструмент, на котором с помощью мастерства и дополнительных эффектов можно сыграть все, что угодно. У меня играет тетя на баяне. Мне понравилось, и я захотел попробовать. Баян мне сам нравится, потому что у него звук можно сделать разным из-за меха. И, в принципе, красивый инструмент по звуку. Конкурс исполнителей на народных инструментах в этом году проводили дистанционно. За счет этого расширилась аудитория, которая могла самостоятельно оценить номера. Повысился и уровень участников. Еще раз мы получили подтверждение того, что уровень исполнительский в наших закрытых городах и городах в присутствии в госкорпорации «Русатом» очень высок. Представляли на конкурсе города лучших из лучших. Поэтому, конечно, нашим ребятам пришлось тяжело достаточно. На конкурсе также оценивалась работа концертмейстеров и педагогов маленьких участников. Лучшие из них получили дипломы. Итоговый концерт с номерами победителей конкурса можно посмотреть на сайте artsarov.rf. Дарья Козина, Артемий Голосков, Александр Мальков. Служба новостей. Саров-24. 8 апреля в нашей стране отмечают добрый и веселый праздник – День анимации. Именно в этот день, в 1912 году, состоялась премьера первого российского мультфильма. С тех пор многие работы наших мультипликаторов вошли в Золотой фонд мировой анимации. Винни-Пух, Ну погоди, Троец Простоквашин, Кот Леопольд. Персонажи этих советских мультфильмов любят и взрослые, и дети. В 2016-м в ДШИ номер 2 открылась студия детской мультипликации «Кадрики». Здесь юные саровчане создают свои самые настоящие мультфильмы. Не так просто придумать свой мультфильм, чтобы зритель понял, про что ты хочешь рассказать, чем ты хочешь поделиться с аудиторией. Мы работали над множеством проектов, в том числе у нас были и семейные мультфильмы. Это мультфильмы, которые ученики нашей студии создавали вместе со своими родителями. Создавая мультфильмы, дети раскрывают свои творческие способности, развивают воображение, учатся рисовать, работать с компьютером и специальными программами. Студия мультипликации дает ребятам возможность проявить фантазию, придумать персонажей и историю. На работу с одним мультфильмом продолжительностью 3 минуты у ребят уходит не менее двух месяцев. Мы создаем сначала наброски персонажей, потом мы его раскрашиваем, потом мы его врезаем, делаем фон, чтобы снять мультфильм. Мы создаем различные детали, а потом уже только с ним начинаем снимать мультфильм. Мультипликация – универсальный язык общения детей и взрослых. Это возможность для ребенка высказаться и быть услышанным. Занятия в студии детской мультипликации проходят каждую среду. Более подробную информацию можно узнать на сайте ДШИ номер 2 или в группе кадрики ВКонтакте. Зубром в Мордовии быть. На такую тему в рамках конкурса рисунков «Художественный батл» 38 участников из Темникова, Сарова и Краснослободска создавали работы. Наш город представляла Арина Семочкина. Девочка уже 5 лет обучается в ДШИ. К очному конкурсу в Мордовском заповеднике юная художница тщательно готовилась. До этого я тренировалась дома также рисовать, пробовала разными техниками, акварелью, пастелью пробовала, графики. Но в графике мне легче удается, поэтому я решила работать в ней. Акварелью мне труднее работать, потому что мне труднее показать объем предметов, композицию составить. Два с половиной часа ребята фантазировали и переносили на бумагу творческие идеи. На суд жюри участники представили разноплановые по стилям работы. Большинство были в акварели и пастели. В графике творила лишь Арина. Организаторы конкурса также подготовили для гостей заповедника развлекательно-познавательную программу, в которой рассказывали о ценности зубров как вида. Нам привели экскурсию в музей, показали там разных животных, которые находятся в этом заповеднике. А затем уже были оглушены результаты конкурса. Я не ожидала, конечно, что за ему хотя бы какое-то. Там были работы разные, мне тоже много работ, которые понравились. Призеров определяли под трем возрастным категориям. В группе от 10 до 14 лет Арина Семочкина стала лауреатом третьей степени. Благодарственные письма вручили педагогам Наталье Трухиной и Инессе Гришиной. Дарья Козина, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей. На международном фестивале конкурсе детского и юношеского творчества «Казанские узоры» Егор Вдовин покорил жюри песней «Там нет меня». За блестящее исполнение ему присудили гран-при конкурса. Я думаю, как и у многих, на всех конкурсах, естественно, присутствует волнение перед выступлением и выходом на сцену. Конечно, мы прорабатываем все моменты перед выступлением, перед конкурсом задолго до этого также. Конечно, у меня тоже было волнение, но в Казани особенно. Когда я вышла на сцену, это волнение пропало и уже было удовольствие исполнять номер. На конкурс отправились 10 вокалистов из студии «Звездопад». С дипломами и кубками вернулись все. Алина Тавторкина, Виктория Круковская и Екатерина Торпова стали лауреатами первой степени. Екатерина выступала с песней Юлии Началовой «Жди меня». К выбору репертуара девушка подходит ответственно. Выбирая со своим педагогом содержательные и глубокие произведения. Эта песня очень душевная, проникновенная. Я выбираю песни, которые я могу понять, могу донести до слушателя и вложить в исполнение частичку себя. В период самоизоляции и карантина я занималась дома, готовилась, учила песни. У каждого участника в коллективе свой репертуар. Педагог помогает ребятам подобрать произведения, которые они смогут понять, прочувствовать и донести до зрителя. Серебро фестиваля конкурса в разных возрастных категориях взяли сразу четверо воспитанников Светланы Аверкиной. Дарина Ковтун, Виктория Савина, Алена Сустатова и Анастасия Галякова. В Казани я выступала с песней Вера, исполнительница Зара. Репертуар я выбираю себе, если нравится песня, я стараюсь ее довести до своей манеры исполнения, потому что голос у меня достаточно такой народный и выбираю такие песни, которые такие душевные, ну даже где-то есть признаки народности. А лауреатами третьей степени стали Ксения Зубова и Алина Туркина. Музыкальный настрой у ребят сохранился и по дороге домой, а потому пассажиры вагона, в котором ехали юные вокалисты, попали на незапланированный концерт. Такое возвращение с конкурсов уже давно стало доброй традицией коллектива. Бедный друг всегда поможет, когда беда не беда. Большой перерыв в выступлениях из-за пандемии заставил скучать все взрослых и юных артистов. Как только начали появляться первые очные конкурсы, вокалисты Дэшии не стали упускать возможности выйти на сцену. Воспитанники Анжелики Ермаковой показали свой творческий потенциал сразу на трех конкурсах. На «Арт покорения вершин» в Арзамасе Алексей Федин занял первое место. Я выступал с песней «Жирафль пони болитит» из кинофильма «Бум бараш». Я волновался и думал, что единственный приз, который мне достанется, это шаурма, которая, между прочим, очень вкусная. Но, как оказалось, занял первое место и, можно даже сказать, покорил вершину этого конкурса. И я от всей души благодарю мою руководительницу Ермакова Анжелику Анатольевну. Ксения Занина занимается вокалом около пяти лет. За каникулы девочка успела поучаствовать сразу в двух конкурсах – «Золотые голоса» и «Арт покорения вершин». Исполнение песен «Отличница» и «Флаг моего государства» высоко оценило жюри. На первом конкурсе я заняла в песне «Отличница» и заняла второе место, а «Флаг моего государства» – третье место. А на втором конкурсе оценивались одним местом две песни. Я получила ряд второй степени. В это же время в Нижнем Новгороде проходил международный конкурс «Арт-Триумф». Саровчанка Мирослава Котова с радостью вызвалась поучаствовать в нем. Юная вокалистка отправилась в столицу Поволжья с послевоенной песней «Шарманка». Мирослава заняла третье место. Я хочу донести именно суть песни и те эмоции, которые в данный момент испытывали дети. Это удивление, восторг детский. Воспитанники Анжелики Ермаковой также привезли множество наград со всероссийского конкурса «Сияние талантов. Вокал-2021». Елизавета Шестопалова и Алексей Федин стали лауреатами первой степени. Ксения Занина – лауреатом второй и третьей степени. Анжелика Захарова – лауреатом третьей степени. Настольному тенницу все возрасты. Покорный олимпийский вид спорта стал популярным благодаря доступности для разных групп. Владимиру Садыкову 63 года. В настольный теннис начал играть в 13 лет во дворе дома. Позже его пригласили заниматься в Икаре. Работая на заводе «Авангард», мужчина познакомился с кандидаткой в мастера спорта Татьяной Ширяевой. Ну, потом стали уже тренироваться, с ней на счет играть. Вот через 8 лет я каким-то образом стал на союзном турнире чемпионом. Ну, а когда мне 26 лет исполнилось, это было в Держинске. В настольном теннисе сила развивается не в прямом понимании этого слова. Мышцы рук не будут такими, как у спортсменов-бодибилдеров. Они станут рельефнее. Во время игры работает плечевой сустав, бицепсы, трицепсы, кисти. Большая нагрузка идет и на мышцы ног. Работают все мышцы организма. Поэтому я считаю, что это и гимнастика. Даже не надо никакой аэробики. Вот так вот два часа попрыгаешь вот так вот около стола и будешь весь в поту. Настольный теннис в нашем городе активно развивают в клубе здоровья Центра внешкольной работы. Секция существует более 20 лет. И за это время в ней успели достичь успехов десятки спортсменов. Ребята у нас занимаются с 7 лет. Также у нас есть секция для взрослых, она платная. И один раз в неделю у нас тренируются ветераны нашего спорта. Мне хотелось сказать огромное спасибо нашим родителям, которые помогают нам, помогают своим детям, финансируют соревнования, покупают кипировки, ракетки. Большое за это им спасибо. Марина Беглова занимается теннисом второй год. Совсем недавно копилку достижений девочки пополнила серебряная медаль с турнира памяти Заногина, который прошел в Богородске 31 марта. Золотую медаль среди девочек завоевала ее сестра Ира. Когда я занималась первый год, меня это очень заинтересовало. И я пригласила свою сестру. Сейчас мы ходим с ней вместе. Настольный теннис улучшает концентрацию внимания, ловкость и быстроту мышления, дает способность быстро оценивать действия соперника и правильно отвечать на них. Заниматься этим видом спорта можно еще хотя бы потому, что это весело. Игру можно организовать за большим столом между членами семьи или в обеденный перерыв в холле между сотрудниками офиса. Несмотря на пандемию, саровские боксеры продолжают тренироваться, участвовать в турнирах и побеждать. Еще совсем юные ребята, а двигаются уже как по-настоящему опытные спортсмены. Тренировки проходят не совсем в стандартной манере. Тренер Вячеслав Дронов считает, что для каждого боксера важны не только физические, но и умственные способности. Программа включает также тренировки на внимательность, координацию и логику. Наш тренер говорит, что нужно сначала подумать, а потом сделать ход. То есть подумать на несколько ходов. А циферки развивают, например, память. Например, нашел какую-то циферку, которую нужно, ее нужно запомнить. Потом следующую ищешь. И их нужно все запоминать. Усиленные тренировки тактического мышления помогают спортсменам не только в соревнованиях, но и в жизни. Каждый из воспитанников, помимо успехов на тренировках, преуспевает и в школе. Вячеслав Дронов уверен, что боксер – это не только хороший спортсмен, но прежде всего хороший человек. Поэтому и старается воспитывать в ребятах необходимые качества. К тому же не все воспитанники ставят перед собой цели о высоких спортивных достижениях. Например, самый младший спортсмен Глеб Горностаев, свои 9 лет принявший участие уже в 16 боях, совсем не ставит перед собой целей стать чемпионом мира. Для меня бокс – это как обычная секция. Я не хочу стать чемпионом, просто первая юношеская для меня уже хорошо. Разные цели, разные способности и результаты. Но в глазах тренера каждый из этих ребят уже победитель. Кто вы? Чемпионы! В спортивной школе ИКАР завершился 10-й общегородской чемпионат по плаванию. За призовые места боролись более 150 человек, как детей, так и взрослых. От 2008 года рождения и старше. Перед спортсменами стояли серьезные испытания. В список дистанций на чемпионате была включена практически вся олимпийская программа, кроме самых длинных дистанций. Здесь у нас 14 дистанций, 14 видов и плюс 8 эстафет разнообразных. То есть и все это мужчины и женщины, и эстафеты это и микс. Идут смешанные эстафеты мужчины и женщины. Ну и естественно среди женщин, среди мужчин. Ну и юноши, девушки. Тренеры остались довольны результатами своих подопечных. Особенно выделяются команды Евгения Чувашлева, Виктории Шалыгиной и Романа Розенкова, которые составили тройку лидеров. Спортсмены добились внушительных показателей на уровне второго юношеского разряда и выше. Как признались организаторы соревнований, таких высоких достижений среди такого большого количества участников не было уже давно. Кажется, вынужденные каникулы пошли спортсменам только на пользу. Лучший результат на дистанции 50 метров вольным стилем показала Анастасия Корнишина. В этом году она примет участие во всероссийских соревнованиях «Веселый дельфин» в составе сборной Нижегородской области. Соревнования пройдут с 21 по 25 апреля в Санкт-Петербурге. Это российские соревнования, где надо будет бороться. Там будет больше соперников, которые меня обгоняют. Но я буду стараться их обогнать. Анастасия уже давно мечтает стать олимпийской чемпионкой по плаванию и уверенно идет к своей цели. Пожелаем удачи нашим спортсменам в их дальнейших свершениях. Отправляясь на дачу за город, многие часто сталкиваются с необходимостью покупки товаров для работы на участках. Приобретение всех нужных вещей в одном месте теперь не проблема. Сразу за третьим КПП по правую сторону возле парковки открылся магазин «Садовод-строитель». В одной половине хозяйки могут найти все для посадки и удобрения. В другой мужчины могут выбрать стройматериалы и оборудование. В нашем магазине вы всегда найдете все самое необходимое для ведения дачного хозяйства. Всегда в наличии такие товары, как семена, грунты, удобрения, угровные материалы. Также у нас есть крепеж, все для водопровода, ручной и электроинструмент. Всем покупателям, впервые посетившие наш магазин, мы дарим 10-процентную скидочную карту. Мы являемся партнерами профсоюзной дисконтной программы в НИЕФ. В магазине также можно купить сидераты, гербициды, побелку, корма для животных, пропитки, эмали для дерева, материалы для гидропароизоляции и все для полива. «Садовод-строитель» ждет покупателей по будням с 8 до 19 часов. В выходные с 8 до 17 часов. Телефон 3-28-20. Приобрести товары можно и в интернете на сайте садоводстроитель.рф. Бесплатная доставка от 500 рублей. Также по соседству можно закупиться продуктами без очередей в подорожнике. В магазине представлен большой ассортимент кондитерских изделий, полтавских колбас, напитков, круп, молочной продукции, консервов, копченой рыбы и снеков. Есть все необходимое для пикника. Выезжая за город, дорогие горожане, вы всегда сможете купить у нас шашлык. У нас всегда в наличии маринованное мясо от проверенного поставщика. И также все сопутствующие товары к нему. Это решетки, гриль, мангалы, уголь, рожек. Все, что необходимо для хорошего, приятного отдыха на природе. Те, кто проголодается в дороге, могут заглянуть на горячий кофе со свежей выпечкой, перекусить салатами и горячим. На полках также всегда можно найти бытовую химию и сувенирную продукцию Сарова. Магазин «Подорожник» работает без перерывов и выходных с 8 до 22 часов.